Пусть новый день Привет! Вы смотрите Молодежный форум. Удивительно, но факт. Зима – самое короткое время года. И к радости многих оно уже подходит к концу. В последнем зимнем выпуске тележурнала корреспонденты расскажут. Каким увидели 10-й Красноярский экономический форум участники молодежной площадки? С чего начался путь к успеху молодого красноярского модельера-дизайнера? Беспощадный и провокационный техно-индастриал. Концерт легенды европейской дарк-сцены в Красноярске. Смотри, молодежный форум. В Красноярске прошел 10-й экономический форум. И уже традиционно в рамках КЭПа состоялась молодежная площадка. Что обсуждали, о чем спорили и каким выводом пришли ее участники, расскажет наш корреспондент Юлия Камрякова. Юбилейный 10-й экономический форум начал свою работу с уже традиционной молодежной площадки «Поколение 2020». На протяжении пяти лет площадка объединяет самых перспективных молодых людей, которым небезразлично будущее своей страны. Вы должны абсолютно искренне и откровенно сказать, что вы думаете о будущем России, как это будущее можно создать своими руками. В конечном счете вы будете отвечать за это будущее, но он управляет страной. Свою работу КЭП начал 14 февраля, в День всех влюбленных. И губернатор Красноярского края Лев Кузнецов в приветственном слове к участникам не мог обойти вниманием это обстоятельство. Любовь и преданность – это один из тех стимулов, которые действительно являются драйверами во всей нашей жизни. Поэтому я желаю вам и всем нам с любовью относиться к тому, что мы делаем, к своей стране. Основным вопросом для обсуждения на площадке стала работа открытого правительства, открытых госданных и общественного контроля над этой работой. Мы хотим получать информацию в том виде, в котором мы могли бы ее использовать максимально эффективно. И это таким образом, чтобы это имело в том числе и экономический и социальный эффект. Дискуссии разгорелись жаркие, но звездные модераторы, в роли которых выступили руководители и ведущие программы «Вести в субботу» Сергей Брилев и директор региональных программ открытого правительства Андрей Полосин, умело направляли разговор в конструктивное русло. Также организаторы отметили сильный экспертный состав молодежной площадки. Новый уровень задает наличие на нашей площадке первых лиц государства. Это вице-премьер Аркадий Дворкович, это министр по делам открытого правительства Михаил Абузов. Что тоже, конечно, для молодежной площадки без прецедента, потому что такого еще никогда не было. Одним из знаковых событий площадки стало подписание представителями молодежи 18 государств декларации о взаимодействии. Красноярск известен вне России в основном этим форумом, а после того, как мы его подписали, этот документ, Красноярск будет еще известен местом консолидации мировой молодежи. Одним из результатов подписания этого соглашения станет открытие в нашем городе Международного центра ООН «Мой друг», а это гарантирует налаживание экономических, политических и культурных связей между представителями молодежи всего мира. Красноярский экономический форум – это не только конференции, пленарные заседания, это еще здоровый образ жизни на площадке заявочной кампании города Красноярска на право проведения универсиады. Как бы это ни выглядело удивительным, но между презентационными павильонами форума расположился мини-каток. Здесь абсолютно каждый мог опробовать лед и тем самым поддержать Красноярск в заявочной кампании на право проведения Всемирной зимней универсиады 2019. Здесь же можно было запросто поздороваться с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Алексеем Ягудиным, послом заявочной кампании Красноярска. Есть абсолютно все объекты и я не вижу каких-то нюансов, которые могли бы повлиять на решение не выбрать Красноярск. Красноярский экономический форум – это прекрасная возможность для молодых людей поделиться своими идеями, высказать мнение, найти единомышленников. Каким будет наше общее завтра, зависит от каждого из нас. Создавайте свою карту перемен. Если тебе интересны последние тенденции моды, ты любишь погружаться в мир фэшн-индустрии или же сам мечтаешь стать великим в кутерье, обязательно смотри наш следующий сюжет. Ты узнаешь, как начиналась творческая биография известного красноярского моделера-дизайнера и познакомишься с ее новой коллекцией. Ткани лекала порновские ленты и ножницы и, конечно же, швейная машинка. Эти вещи всегда находятся на столе у Анны. Профессиональным дизайном одежды девушка занимается уже 10 лет. А началось все в детстве, когда Аня стала шить костюмы для своих кукол Барби. Сначала это было увлечение, потом это было глубокое увлечение, потом начались какие-то заказы, потом это переросло в фантазию, потом фантазия на продажу. Так и вот понеслась. Теперь без этого уже неинтересно. В том, что ее будущая профессия будет творческой, Анна не сомневалась. Однако изначально выбор пал на другую сферу деятельности. Карьера дизайнера началась с неудачной карьеры художника. Потому что я должна была стать, по идее, педагогом ИЗО. Но наше нечестное поступление мне не позволило этим заняться. То есть везде на коммерческой основе. Но я не считаю, что за искусство нужно платить, поэтому я отказалась. Пошла в дизайнер. Мне кажется, судьба. По окончании Красноярского технологического колледжа по специальности дизайнер, Анна стала принимать участие в различных конкурсах и получила приглашение в столицу. Это была победа в конкурсе «Дресс-код черный» несколько лет назад. И победой была поездка в Москву на обучение. Вот мы съездили в Москву, поучились, походили по всяким дизайнерам, по кастингам и вернулись домой. В октябре 2012 года Анна выиграла главный приз на конкурсе молодых дизайнеров «Золотая нить», который прошел в Новосибирске в рамках фестиваля моды и красоты «Фуллфэшвик». Теперь ее приглашают уже в качестве модного эксперта. Сейчас я звезда Новосибирска, оказывается. Там я в позапрошлом году победила, в прошлом году ездила, но уже журить. Я уже как-то серьезно дизайнер, ездила журить у более молодых. Сейчас мы сделаем декоративную часть к нашим брючкам. Новая коллекция Анны создана специально для спортсменов. Акцент в одежде сделан на удобство и функциональность. А уникальность коллекции в деталях, символизирующих Зимний универсиаду 2019. Я отдала приоритет символике Красноярского края. У нас будет видно издалека, будет понятно, что мы принадлежим именно краю. На одежде из трех конкурсных коллекций Анны красуется герб Красноярского края. Другие детали указывают на принадлежность костюмов определенному кругу людей. Эти модели предназначены для волонтеров. Это у нас будут такие толстовки. Это модель мальчика. Мальчика – это девочки. У них яркие футболки, немножко спокойные кофты и яркие куртки. То, чтобы волонтера было очень издалека видно. Это люди, которые постоянно передвигаются и постоянно кому-то помогают. В ближайших планах Анны участие в российской неделе моды в Италии, где соберутся лучшие модельеры и дизайнеры нашей страны. Попасть туда будет нелегко. Такой достаточно жесткий отбор. То есть предоставить свои лукбуки за прошлые сезоны, на нынешние, на будущие. И по приглашению, по вызову туда едешь. Ну там уже как повезет. Оценка жюри. Либо победишь, либо просто там краб туда. Вот. Ну это престижно. Ну это интересно, по крайней мере. Уверены, что коллекции Анны не затеряются и на итальянском подиуме. А ее имя в скором времени станет известным в мировой фэшн-индустрии. Будь модным, смотри молодежный форум. Смотри молодежный форум. Нахтма – это проект, который не пропустит ни один поклонник музыкального направления Виндастрял. Ведь поход на концерт Нахтма – не только возможность познакомиться с темной стороной Томаса Райнера, но и шанс пообщаться с кумиром в неформальной обстановке. В этот вечер Красноярский прогрессивный клуб Эра объединил многочисленных поклонников Техноиндастриал. В рамках тура по России наш город посетили легенды европейской дарк-сцены, проект из Австрии – Нахтма. Наш проект становится все более популярным и в России, а что касается вашей публики, это наиболее благодарное и активное. Я побывал во многих странах, и именно в России отрываются так, как надо. Мы – солдаты звука. Вот почему мы одеты, как на сражение. Искусство – это бой, заявляет Томас. А свой стиль определяет как Imperial Austrian Industrial – беспощадный и провокационный техноиндастриал, вызывающий бурный восторг у большинства приверженцев дарк-сцены по всему миру. Постоянно туры гастроя не выматываются? Нет, не выматываешься. Когда мы путешествуем по миру с концертами, то встречаемся с разными новыми и интересными людьми, а это новый опыт, новые эмоции. Это так здорово узнавать новое. Публика на концерте и группа – это как две команды, и когда они работают вместе в одном мощном и энергичном порыве с драйвом, то и отдача друг от друга перекрывает усталость, и ты ее совсем не чувствуешь. Живые выступления Nachtmaa славятся не только мощнейшим звуковым штурмом и убойным шквалом индустриального бита, но и использованием провокационных образов, проецируемых на экраны. Массивный видеоряд Гера Райнера никогда не повторяется, и с каждым разом его визуально-звуковые перформансы становятся все более впечатляющими. Это и заставляет поклонников съезжаться на концерты из разных городов страны. Так случилось и на этот раз. Я как узнал, что концерты, руки многие, поехал, неважно расстояние, такая группа приезжает. Ой, я очень рад увидеться со своими кумирами, поговорить с ними, взять автограф. Это для меня прям необессуемый восторг. Смотри молодежный форум, и какие бы ни были препятствия, приезжай на концерты своих кумиров. Надо отдать должное организаторам концерта. Они позаботились о том, чтобы поклонники творчества Нахтмаа смогли пообщаться со своими кумирами в непринужденной атмосфере на автограф-сессии, сделать совместное фото и даже подарить им на память подарки, сделанные своими руками. Мне сам Томас нравится, мне нравится его музыка. Я люблю Дарквейв, Индастрил. Я очень рада, конечно, что мой рисунок понравился. Честно, очень рада. Жизнь удалась. Да, жизнь удалась, как всегда. Помимо живых выступлений, Томас Райнер очень любит участвовать в съемках клипов. Идеи идут от группы. У нас в песнях много иронии и гротеска. Идея клипа – сделать все качественно. А с другой стороны, чтобы было весело и прикольно. А сейчас смотри «Молодежный календарь» – анонс самых интересных молодежных событий предстоящей недели. Смотри «Молодежный форум». Молодежный форум. Молодежный форум. Смотри «Молодежный форум». Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok